Узнать всю правду про воров в законе и авторитетов. Быть в курсе последних новостей мафиозных структур. Иметь представление о том, что происходило и происходит в криминальном мире. Все это на нашем канале Crime Time. Подписывайся и лайкай. Во время рейда, проведенного под эгидой службы внутренних расследований греческой полиции, в тюрьме в Негрите проверяющие увидели настоящие VIP-камеры, в которых проживали воры в законе из Грузии. Ситуация в тюрьме Негрита стала известна после рейда, совершенного греческой полицией на прошлой неделе. В одном из тюремных блоков были обнаружены так называемые VIP-камеры, в которых имелись современные телевизоры, холодильники с морозильной камерой, устройства кондиционирования воздуха, барбеку и другие предметы. А некоторые из туалетов в блоке были выложены дорогой мозаикой вместо стандартных тюремных плиток. Русским Афинам стало известно, что рейд был частью более широкого расследования, проведенного отделом внутренних дел ЭЛЭС после многочисленных сигналов, поступивших в прокуратуру. Чаша терпения органов надзора переполнила следующее событие. 10 мая в 10.25 утра жена заключенного Грека, связавшись с начальником полиции, сумела, несмотря на запрет посещений по коронавирусу, войти в тюрьму Негрита и навестить своего мужа. В объектив камеры наблюдения попала тележка супермаркета, которую толкала супруга, заключенного в сопровождении тюремного надзирателя. В нее заботливая жена уложила передачу, принтер, устройство доступа в интернет, антисептики, еду, безалкогольные напитки Red Bull и кастрюлю с молочным пудингом. Позже, когда дело было обнародовано, надзиратель заявил, что его уговорили пропустить женщину в тюрьму, так как она сказала, что ее брак находится в опасности. Директор тюрьмы, который, как говорят, находится в конфликте с начальником охраны, был вовремя проинформирован на визите. Однако он не вмешался немедленно и позволил событиям разворачиваться, чтобы подставить начальника охраны. Видео, на котором видно, как женщина входит в тюрьму, было отправлено в генеральный секретариат по борьбе с преступностью на следующий день. Операция координировалась генеральным инспектором полиции Северной Греции генерал-лейтенантом Константиносом Скулмосом. В рейде, проводившемся в присутствии судебного чиновника, участвовали 83 сотрудника полиции, главным образом из служб безопасности и прокуратуры Солоник, Сериса, Хилкиса и Халкидики. В оперативных мероприятиях по обыску тюрьмы были задействованы шесть полицейских собак. В ходе действий, которые осуществлялись в рамках оперативного планирования генерального секретариата по борьбе с преступностью, были проведены обыски в камерах общих помещениях и на открытых пространствах центра содержания под стражей, а 62 заключенных подверглись личному досмотру. В результате было возбуждено дело против 30 задержанных, 13 граждан Греции и 17 иностранцев за преступления, связанные с наркотиками, оружием, поставками мобильных телефонов, а также за оказание сопротивления полиции. Итогом рейда, который был квалифицирован как сговор между заключенными ворами в законе и руководством тюрьмы, привел к увольнению руководства пенитенциарного учреждения. Согласно официальным источникам, из вышеуказанных лиц 19 человек были представителями грузинской мафии, которые известны в Греции под названием «Воры в законе». В камерах одного из элитных корпусов тюрьмы было обнаружено большое количество запрещенных предметов, холодильники и морозильные камеры, напольные кондиционеры, телевизоры, барбеку на углях, электрические и электронные приборы, электроплита, микроволновка, вытовая техника и кухонные принадлежности, бутылки с алкоголем, спортивные тренажеры и даже самодельный самогонный аппарат. После рейда начальник тюрьмы, руководитель охраны и заместитель начальника тюрьмы были смещены со своих должностей. Согласно официальным документам, дела в отношении руководства тюрьмы и надзирателей будут направлены в антикоррупционную прокуратуру и налоговую полицию СДО для того, чтобы детально и по всем направлениям расследовать рассматриваемое дело и установить виновных. Однако через своих адвокатов заключенные грузинские мафиози указывают, что у них было на это разрешение. Адвокат 44-летнего Давида Мазанашвили Василики Камилари, выступая вчера перед греческими журналистами, передала позицию своего подзащитного о том, что передача в крыло электроприборов была одобрена тюремным советом. Она также утверждает, что в период правления Сириза задержанные встречались и договаривались с компетентным должностным лицом Министерства юстиции о транспортировке и установке устройств в виде пожертвования в тюрьму. Та же самая тактика использовалась в отношении VIP-камер, которые были обнаружены в прошлом в Девата, Авлоны и других тюрьмах. Типичен пример камеры Сюиты, которая была построена в тюрьме Авлоны для высокопоставленных заключенных, о существовании которой стала известна в сентябре 2016 года газета редакторов. По словам госпожи Камилари, некоторые из устройств были обнаружены не в камерах, а в местах общего пользования и были доступны для всех заключенных на крыле, в то время как плитки на стенах были заменены, поскольку возникла проблема с влажностью. Наконец задержанные жалуются, что они получили ожоги от химических веществ, использованных полицией во время операции. Кто же сидел в этих VIP-камерах? Русским афинам стали известны имена двух воров в законе, которые были обитателями, VIP-камеры в тюрьме Негрита. Это Нодар Шукакидзе 31 года и Давид Мазанашвили, дата Рустовский, 44 лет, которые в грузинской мафии имеют почетное звание «вор в законе» и принадлежат к близкому, к окружению также заключенного в тюрьму Дивата, 59-летнего Лаши Шушенашвили, Лаши Рустовского. В последнее десятилетие он является участником дел, главным образом испанской и французской полиции, как лидер международной организации «Воры в законе», хотя это обвинение он отрицает. Нодар Шукакидзе, или Нода Глданский, был арестован в апреле 2018 года в рамках трансграничного расследования под кодовым названием «Кавказ-Нормандия» с участием Франции, Грузии и Греции. Расследование началось несколькими месяцами ранее, когда французские офицеры полиции, расследовавшие кражу в северо-западном французском городе Канн, обнаружили телефонные разговоры одного из подозреваемых в Солониках и сообщили об этом своим греческим коллегам. Дирекция безопасности Солоник опознала владельца мобильного телефона и около года фиксировала его передвижение и контакты. Как выяснилось, им оказался Нодар Шукакидзе оперативный командир, по данным греческой полиции, лидер мафии и один из двух прямых помощников Лаши Шушенашвили. По данным французской прокуратуры, Нодар звонил своему брату в Кане, смотрящему в Нормандии. Нодар Шукакидзе и Лаша Шушенашвили были арестованы в параллельных операциях в Пилае, Солониках и Афинах по французскому ордеру на арест и с тех пор находятся в тюрьме. В марте, в разгар пандемии, суд в Солониках приговорил Лашу Шушенашвили к десятому годам лишения свободы, а Нодара Шукакидзе к восьми годам лишения свободы. После многих месяцев судебных разбирательств с участием средств массовой информации, главным образом из-за присутствия Зои Константопулу среди адвокатов, им удалось заблокировать публикацию во Франции и предстать перед судом Греции по одному из трех обвинений, выдвинутых против них. По данным МВД Грузии, озвученным на проведенном два года назад в Тбилиси брифинге, в Греции были задержаны Георгий Циклаури, Лада Далидзе, Увбен Мхитарян, Гурген Егизарян, Давид Натабидзе, Георгий Желантиашвили, Торники Папава, Георгий Кириселидзе, Заза Гелашвили, Бедзин Паришишвили, Ливан Сулая, Атар Бежуашвили, Вахтанг Андриадзе, Михаил Бежуашвили, Георгий Паладишвили, Георгий Домоцов, Ираклий Габелая, Тимурас Ситури, Гиви Имнаишвили и Вепхве Пермисашвили. Вероятно, что они также находились в этой тюрьме, в списке указано 19 человек, но у редакции нет подтверждения данной информации. Поскольку Шушинашвили в глазах греческой полиции считался целью один для конкурирующих мафиозных группировок, во время частых визитов в больницу его постоянно сопровождало не менее пяти бойцов полицейского спецназа. Как сообщала ранее преступная Россия, особых затруднений в коммуникациях с внешним миром, законник тоже не испытывал. Помимо всего этого, Шушинашвили не питался из общего котла с остальными заключенными, у него было отдельное меню и персональный повар. И перед каждым приемом пищи телохранитель Лаши Рустовского пробовал его блюда перед ним, чтобы исключить возможность отравления. Такой привилегии адвокаты Шушинашвили добились для своего клиента благодаря многочисленным медицинским справкам от врачей, согласно которым вор в законе страдал целым рядом серьезных заболеваний, среди которых злокачественная гипертония, гепатит В и С, сосудистая энцефалопатия. Впоследствии документы о состоянии здоровья Шушинашвили на фоне принятия в Греции так называемого закона Параскивополоса сыграли главную роль в его освобождении. Весной 2015 года он вышел из тюрьмы всего через два с половиной года, из назначенных судом 14. Закон Параскивополоса был принят в Греции в 2015 году с целью решения проблемы переполненности тюрем и снижения бюджетной нагрузки на их содержание по инициативе министра юстиции Никаса Параскивополоса. Согласно положениям закона, заключенные, отбывшие часть своего наказания согласно приговору, в том числе за тяжкие преступления, получили право на условно-досрочное освобождение. Благодаря закону Параскивополоса в апреле 2015 года на свободу из греческих пенитенциарных учреждений вышло по амнистии более трех тысяч преступников, в том числе албанского и грузинского происхождения. Закон вызвал резкую критику со стороны населения, политиков и представителей правоохранительных органов, поскольку массовая амнистия спровоцировала резкий рост преступности в стране. Издание Игрине в качестве иллюстрации последствий принятия закона Параскивополоса приводит такую статистику. Ежегодно в Греции происходит не менее пяти тысяч квартирных краж и пятьсот грабежей, в том числе с применением насилия и угроз оружием. За два года по меньшей мере двое домовладельцев становились жертвами домушников, оказавшись случайно дома во время ограблений. При этом издание возлагает вину за эти преступления именно на грузинскую мафию, которая, по сравнению с другими этническими преступными группировками, лидирует по этому профилю не только в Греции, но и по всей Европе. В сентябре 2017 года в Италии и Германии, по обвинению в 85 квартирных кражах, на протяжении двух лет были задержаны 28 выходцев из Грузии, причастных к утаистскому криминальному клану. В ноябре прошлого года в результате полицейской операции «Няполь» в Испании были задержаны 23 члена ОПГ брата Лаше Шушинашвили, также вора в законе Кахи Рустовского. По мнению полиции, именно грузинские преступники являются самыми жестокими и часто применяют пытки для своих жертв с целью выведать, где последние прячут свои ценности. Всего же в Греции, по данным Интерпола, проживают не менее 100 грузинских воров в законе, у каждого своя территория ответственности, каждый возглавляет семью. Стоит отметить, что последнее время у грузинской мафии в Греции появились мощные конкуренты. Это такие же жестокие и беспринципные цыганские банды и группировки, сформированные из афганских мигрантов, которые буквально ворвались в греческий криминальный мир, активно конкурируя с албанцами, пакистанцами и цыганами, отличаясь от них редкой жестокостью, беспринципностью в достижении цели и готовностью убивать за копейки. Это был канал Crime Time. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok